В этом видео я расскажу о битве при Доростоле, которая положила конец балканским походам Святослава Храброго и о гибели князя-воина. Итак, как все это было? В 967 году между Византией и Болгарским царством разгорелся конфликт, и в конце этого года византийский император Никифор Фака направил к Святославу посольство с просьбой о помощи. Эта просьба была подкреплена солидным подарком. Глава византийского посольства, некий Калакир, передал Святославу 15 кентенариев золота, примерно 455 килограммов. Святослава долго упрашивать не пришлось, и он охотно принял предложение византийцев. В 968 году он отправился в первый балканский поход и быстро разгромил Болгар, но возвращаться обратно не спешил. Таким образом византийцы вместо Болгар получили гораздо более опасного врага – Святослава. Летом того же года византийцы подкупили печенегов, и огромная печенежская орда окружила Киев. Святослав с войском был вынужден вернуться и защитить Киев. Ему удалось разбить печенегов, и он снова устремился на Балканы. Он планировал сделать город Переяславец, ныне прислал, центром своего государства. Если верить повести временных лет, он говорил матери, «Не любо мне жить в Киеве. Хочу жить я в Переяславце-на-Дунае, ибо это середина земли моей. Ведь там все товары сходятся. От греков – парча, золото, вино и разные овощи и фрукты, а от чехов и венгров – серебро и лошади, а от руси – мех, воск, мед и челядь». Однако княгиня Ольга не была в восторге от таких далеко идущих планов и попыталась его отговорить. Она сказала, «Разве ты не видишь, что я больна? Куда ты хочешь уйти от меня? Похорони меня и иди, куда хочешь». В июле 969 года Ольга умерла, и никто уже не сдерживал Святослава. В том же году Святослав, оставив старшего сына Ярополка своим наместником в Киеве, другого сына Олега в землях древлян, а Владимира в Новгороде отправился снова в Болгарию. Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами и венграми напал на владение Византии во Фракии. Относительно численности союзной армии существует разное мнение. Наиболее часто встречаемая оценка – 60 тысяч. Силы византийцев были значительно скромнее. Вероятно, около 10-12 тысяч бойцов. Поэтому византийская армия сосредоточилась на защите крепостей, избегая сражений в открытом поле. Войско Святослава дошло до Аркадиополя. Это в 120 километрах от Константинополя, где и прошло генеральное сражение. Как это часто бывает, и византийские авторы, и повесть временных лет сообщили о победе своих войск. Если верить повести, Святослав, одержав победу, подошел к Царьграду, но отступил, взяв большую дань. Что можно сказать по этому поводу? Византийцы действительно заплатили Святославу довольно значительную сумму и заключили с ним перемирие. Но у них были на то весьма серьезные причины. Практически все свои силы император был вынужден направить в Малую Азию, чтобы подавить восстание стратега Фемы Антиохия, варды Фоки, претендовавшего на византийский престол. После подавления этого восстания император Византии Иоанн Цимисхий смог сосредоточиться на борьбе против Святослава. Цимисхий пришел к власти в 969 году и был способным и весьма решительным правителем. Получив выкуп, Святослав повел себя несколько легкомысленно. Он не занял горные проходы через Балканы и не прикрыл устья Дуная. Кроме того, его войско было разделено на две части. Восьмитысячный корпус под командованием воеводы Сфенкела расположился в Переяславце, а основные силы находились возле крепости Доростол. Весной 971 года Иоанн Цимисхий выступил с армией Болгарию. 10 апреля сухопутные войска византийцев беспрепятственно преодолели горные перевалы и внезапно появились перед Переяславцем. В то же время 300 судов бизантийского флота, вооруженные греческим огнем, вошли в Дунай и двинулись вверх по реке, чтобы перекрыть Святославу путь для отступления и помешать подходу подкреплений с левого берега Дуная. 13 апреля 1971 года произошла битва под Переяславцем. Русские вои долгое время держались достойно, но решающим стал удар так называемых «бессмертных» отряда, который Иоанн Цимисхий сформировал как раз перед походом Святослава. Это была тяжелая конница, так называемая «катафрактарии», и атака таких бойцов была просто неудержимой. Корпус Фенкела был разгромлен, но ему самому вместе с небольшим отрядом бойцов удалось прорваться и добраться до Доростова. 17 апреля Цимисхий выступил к Доростову, по пути занял несколько болгарских городов. 23 апреля византийское войско подошло к Доростову и состоялось первое сражение. Русское войско ожидало основные силы византийцев на близких подступах к Доростову, сомкнув щитые копья в виде стены. Боевой строй византийского войска состоял из двух линий. В первой линии в центре стояла пехота, а по флангам – конные латники, составлявшие два крыла. Во второй линии располагались лучники и прачники, непрерывно ведущие огонь. В ожесточенном бою вои Святослава отразили 12 атак византийцев. Но вечером Цимисхий бросил в бой свою конницу, что и вынудило русов отступить за стены Доростова. 24 апреля византийцы построили укрепленный лагерь, установили палатки, выкопали вокруг глубокий ров и насыпали земляной вал. На следующий день со стороны Дуная к Доростову подошел византийский флот и блокировал город. Святослав приказал вытащить свои лодки на берег, чтобы их не сжег враг. 26 апреля Святослав снова попытался прорвать блокаду. Бой был очень ожесточенным, но снова его результат решила атака византийцев с тыла. Опасаясь оказаться отрезанным от города, войско Святослава отступило за городские стены. В этом бою погиб воевода Сфенкел. После этого боя Святослав решил перейти к глубокой обороне. Решающим событием, приведшим его к этому решению, было прибытие византийских судов, которые перекрыли выход к морю. 29 апреля осажденные вырыли глубокий ров, чтобы византийцы не смогли подойти к крепостным стенам. В этот же день осажденные совершили вылазку, которая оказалась на удивление удачной. Удалось захватить большое количество продовольствия. Однако византийский император, чтобы предотвратить дальнейшие вылазки, приказал прорыть глубокие рвы по всех дорогах. Далее в течение трех месяцев продолжалась осада, во время которой византийцы с помощью таранов и метательных орудий разрушали крепостные стены и убивали их защитников. В городе начался голод, осажденные были вынуждены съесть своих лошадей. Союзные болгары начали переходить на сторону византийцев. Тогда, 19 июля, Святослав организовал большую вылазку, снова на удивление успешную, все осадные машины были сожжены. Этот успех воодушевил Святослава, и 20 июля русские вои вышли из города и выстроились для битвы. Войско Святослава довольно успешно отражало атаки византийцев, но один из эпизодов боя вызвал некоторое замешательство в войске. Во время одной из византийских атак, телохранитель императора, некто Анемас, убил воеводу Икмора, и после этого русская дружина, закинув щиты за спину, отступила к городу. Армия устроила грандиозные поминки по Икмору и принесла в жертву богам значительное количество пленных. Вечером, 21 июля, состоялось совещание у Святослава. Часть командиров предложила ночью на лодках попытаться вырваться из города, другая часть советовала начать мирные переговоры. Однако Святослав сказал, что попытка прорыва на лодках обречена на неудачу, так как с большой вероятностью византийцы сожгут лодки греческим огнем. Относительно заключения мирного договора Святослав произнес речь, приведенную Львов диаконом. Погибнет слава, спутница русского оружия, которая легко побеждала соседние народы и без пролития крови покоряла целые страны, если мы теперь позорно уступим ромеям. Поэтому совет решил предпринять еще одну попытку прорвать блокаду. Утром 22 июля армия Святослава атаковала византийцев. На этот раз византийцы прибегли к военной хитрости. Часть армии начала изображать отступление, заманивая русскую дружину подальше от города, а отряд под командованием варды Склира атаковал войско Святослава с тыла. Ценой огромных усилий русскому войску удалось пробиться в Доростов и укрыться за его стенами. Назавтра Святослав предложил Цемисхию начать переговоры. Император с готовностью принял это предложение и 23 июля 971 года был подписан мирный договор. Условия соглашения заключались в том, что русы уходят из Болгарии на родину, а византийцы обеспечивают им свободу выхода и дают хлеба на дальнюю дорогу. Кроме того, восстанавливались торговые отношения с Византией. Святослав также пообещал никогда не воевать с Византией, Болгарией или византийскими владениями в Крыму и обязался прийти на помощь Византии, если на нее нападет враг, то есть фактически признал вассальную зависимость Руси от империи. Летописец приводит клятву Святослава. Я, Святослав, великий князь русский, как клялся, так и утверждаю этим договором присягу свою, что хочу вместе с русами, которые подо мной, боярами и другими людьми, иметь мир и истинную дружбу с великим царем греческим и людьми вашими до конца века. «Никогда же не буду я замышлять на землю вашу, не собирать людей против нее, не приводить другой народ на землю вашу и сколько есть краев под властью греческой, ни на область Корсунскую и ни города ее, сколько их есть, ни на землю болгарскую». Возвращаемся, однако, к нашему повествованию. Византийцы, понятно, были рады без риска новой битвы избавиться от смертельной опасности и пропустили армию Святослава с оружием и обеспечили ее продовольствие. Между прочим, известно, что хлеба было выдано по 20 килограммов на 22 тысячи человек, и это объясняет уступчивость византийцев. В распоряжении Святослава оставалась еще достаточно грозная сила, разгром которой требовал еще достаточно значительных усилий. Для подписания мирного договора император Иоанн Цемисхий и Святослав встретились. Эту встречу описал византийский историк-хронист Лев Диакон, который довольно подробно рассказал о внешнем виде князя Святослава. Император, весь в позолоченных доспехах, подъехал верхом к берегу Истра, то есть Дуная, ведя за собой значительный отряд вооруженных всадников, сияющих золотом. Появился и Святослав, переплывший реку на скифской лодке. Он сидел на веслах и греб вместе со своим окружением, ничем не отличаясь от других. Вот каким был его внешний вид. Среднего роста, не слишком высокий и не очень низкий, с густыми бровями и ясно-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Так историк описал длинные свисающие усы Святослава. Голова у него была совсем голой, только с одной ее стороны свисал клок волос. Замечу, что эта стрижка воина была характерна для многих германских народов. Позднее ее переняли казаки. У запорожцев этот клок волос назывался оселедец, у донских казаков он трансформировался в чуб. Далее снова лев диакон. Крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела Святослава вполне пропорциональны, но выглядел он мрачным и диким. В одном ухе у него была золотая серьга, она была украшена карбункулом, в обрамлении двух жемчужин. Одежда его была белой и отличалась от одежды его окружения только чистотой. Сидя в лодке на скамейке для грибцов, он поговорил недолго с столем об условиях мира и отплыл. Так и окончилась эта война. Армия Святослава на ладьях благополучно добралась до устья Днепра, но далее по неизвестным причинам войско разделилось. Конная дружина во главе своей водой с Венельдом двинулась на Киев по суше. Ладейный же флот во главе со Святославом пошел вверх по Днепру, имея на судах большое количество раненых и больных воинов. У днепровских порогов Святослав понял, что не сможет прорваться сквозь Печенежскую конницу. Поэтому войско повернуло обратно и зазимовало на так называемом Белобрежье, полуострове в нынешней Николаевской области. Зимовка была чрезвычайно тяжелой, питались в основном рыбой, без соли. Весной 972 года князь, вместе с оставшимися в живых после зимовки воинами, вновь двинулся вверх по Днепру. У порогов Святослава уже ждали печенеги хана Кури. Подробности последнего боя Святослава неизвестны. У порогов вместе с ним погибли все его дружинники. Известно лишь, что хан Куря приказал сделать из черепа Святослава чашу, оковав ее золотом. Так завершилась эпическая история выдающегося воина, князя Святослава Храброго. На этом все. До свидания.